Приветствуем всех зрителей-читателей портала Главпахарь. Сегодня мы традиционно расскажем вам о новинках от отечественных и зарубежных производителей, а также об интересных событиях в мире АПК. Компания «Лемкин» пополнила модельный ряд проверенных коротких дисковых барон-рубин двухрядной моделью ширина захвата в 10 метров с маятниковой подвеской, которая позволяет лучше повторять контур поля. Зубчатые полусферические диски диаметром 645 миллиметров обеспечивают перемешивание почвы по всей обрабатываемой площади на глубину от 7 сантиметров. Расстояние между рядами в 14 сантиметров обеспечивает работу без забивания даже при большом количестве органической массы. На МТЗ стартовало серийное производство тракторов «Беларусь-3522» с дизельным двигателем «Вичай». После тестовых испытаний, в ходе которых двигатель «Вичай» показал производительность на высоком уровне и экономичность, Минский тракторный завод начал серийное производство энергонасыщенной модели «Беларусь-3522» с китайским дизельным двигателем «Вичай». Отметим, что для того, чтобы интегрировать шестицилиндровый дрободизель «Вичай», конструкторы произвели доработки, связанные с изменением системы управления, воздухоподачи, топливной системы и выхлопного тракта. Первые 17 единиц уже отправились к фермерам в Минскую, Гомельскую и Брестскую область Республики «Беларусь». Робот для лазерного уничтожения сорняков представили в Нидерландах. Машина оснащена RGB-камерой для отслеживания движения спереди и двумя наборами стереокамер 3D-ZX. Установленные камеры обнаруживают сорняки и культурные растения, а затем лазеры направляют свою луч на точку роста сорняка, чтобы уничтожить его путем нагревания. Машина позволяет уничтожать сорняки, максимальный размер которых составляет 2-3 сантиметра. Скорость обработки составляет до 3,2 км в час в зависимости от влажности сорняков. То есть, чем больше влажность, тем больше уходит времени и энергии на борьбу с ними. Гомсельмаш проводит тестовые испытания комбайна GS2124 с искусственным интеллектом. Гомсельмаш оснастил свои зерноуборочные комбайны премиум-класса GS2124 системой Cognitive AgroPilot на основе искусственного интеллекта. Применение системы позволяет достичь точности в 10 сантиметров при следовании по курсу с учетом геометрии кромки волка или редка, тем самым позволяя повысить скорость и производительность комбайна от 20 до 25%. Компания Кейса Ищ представила электрический трактор Farmall 75C Electric, который оснащен аккумуляторными батареями вместо дизельного двигателя. Модель обладает мощностью в 75 лошадиных сил, что эквивалентно дизельной модели. Благодаря тихоработе его использование актуально при выполнении работ в коммунальном хозяйстве, на дворовых территориях, а аккумуляторные батареи обеспечивают среднюю продолжительность автономной работы в течение 4 часов. Интерприцеп представит обновленный полуприцеп самосвал 853-383. Машиностроительный завод Интерприцеп презентует на международной выставке Комтранс 2023 обновленную модель четырехосного полуприцепа самосвала 853-383 с боковым свалом на обе стороны для перевозки зерна грузоподъемностью 31 тысяча килограмм. Полуприцеп также оснащен пневматической подвеской с функцией подъема осей. Машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» совместно с Московским государственным техническим университетом и Курганским заводом дорожных машин разработали малогабаритный электрический погрузчик с батареей, рассчитанный на 7 часов бесперебойной работы. Новинкой уже заинтересовались крупные производственные предприятия, логистические комплексы и строительные компании. Модель прошла первые оценочные эксплуатационные испытания и уже в сентябре начнется производство первой предсерийной партии машин. Бону ввел в серийное производство модернизированный бункер-перегрузчик «Хоппер-40». В данной модернизации инженеры завода учли пожелания клиентов и внедрили в работу бункера технологии IT-индустрии, а также полностью переработали конструкцию бункера, снизив вес до 9500 килограмм, изменили конфигурацию рамы, шасси, а также увеличили клиренс. Производитель отмечает, что теперь в конструкции бункера-перегрузчика используется 80% деталей отечественного производства. На выставке в Москве Ярославский моторный завод представил модернизированный четырехцилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-5353 мощностью 240 лошадиных сил. Новинка производится из узлов и агрегатов собственной разработки или от поставщиков из дружественных стран, что позволяет его считать санкционно устойчивым. Хорш выводит на рынок пневматический распределитель удобрений LIB XERIC 14FS. Модель имеет емкость объемом 14 кубических метров и штангу ширины захвата 48 метров, на которой установлены распределительные тарелки на расстоянии полутора метра друг от друга. Машина имеет регулируемый контроль расхода и возможность регулировки нормы внесения на поворотах, что обеспечивает точное внесение удобрений, а также технологию Boom Control, которая обеспечивает устойчивость наклона и стабилизации штанги даже при скорости движения до 20 км в час. Хорш останавливает проект автономного робота RO1 Компания Хорш заявила, что прекращает проект автономного робота RO1, который презентовала два года назад для привода своих сейлок модели Maestro и ESERTA. По заявлению генерального директора Хорш, Главным недостатком модели является ее высокая стоимость и то, что он может только сеять и не может использоваться в других работах. Отметим, что остановка проекта RO1 не означает окончание проекта посевного робота Хорш Гантри с рабочей шириной захвата 24 метра, который гораздо примитивнее RO1 и, следовательно, намного дешевле, что делает ее более привлекательной для покупателей. Сальхсельмаш расширил линейку фронтальных погрузчиков моделью TURS-600. Нарисное оборудование предназначено для садоводческих и коммунальных хозяйств. Фронтальный погрузчик подходит для тракторов Беларусь-622 и способен поднимать до 600 кг груза на высоту 3,2 метра. А оборудование джойстиковым управлением значительно упрощает работу с агрегатом. Компания DAUNS расширила ассортимент оптических сортировщиков картофеля, представив модель iCrop Vision. Машина использует алгоритм искусственного интеллекта, который классифицирует картофель на зеленый, резанный, деформированный, гнилой и отходы. Кроме того, сортировщик можно интегрировать в существующие сортировочные комплексы, независимо от их производителя, года выпуска и места их установки. Компания RECORD представила прицеп серии FR и PLW с гидравлической зажимной системой, которая обеспечивает безопасную перевозку груза, тюков соломы, сена и рулонов льна, а также кубических ящиков для перевозки овощей и фруктов. Новая серия включает 6 моделей с длиной платформы 8 и 10 метров, грузоподъемностью 12, 13, 18 и 24 тонны. Наша команда составила для вас пятерку лидеров среди картофелеуборочных машин, в которые вошли как самоходные, так и прицепные модели зарубежного и отечественного производства, среди которых VENTOR 4150 от компании Grimmy. Прицепной картофелеуборочный комбайн ROPA KILER 2. Самоходный четырехрядный картофелеуборочный агрегат AVR Puma 4.0. А также полуприцепной двухрядный картофелеуборочный комбайн KPB 262 от GOMSELMASH. И самоходный четырехрядный картофелеуборочный комбайн QUATRO EXTREME. Подробнее о машинах и их технических характеристиках вы сможете узнать в материале на нашем портале «Главпахарь». Ссылка в описании. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале «Главпахарь», а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. А мы же увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!